Привет, девчонки! Сегодня я за кадром. Надеюсь, это не проблема, так как вы здесь явно не для того, чтобы смотреть на меня, а для того, чтобы знать о моих новинках и моих фаворитах в категории свежаков на лето. После моего прошлого видео о самых вкусных, гурманских, летних, любимых моих ароматах, многие из вас просили снять подобное видео о моих любимых свежачках и лучших рекомендациях в категории свежих ароматов. Мы сегодня снимаем видео вдвоем, у моего малыша сильно прорезаются зубы, и он просто настоятельно грызет вот эти вот все штучки, да, грызунки для десен, и вот этот вот звук, это он очень старается их грызть, очень, ну, мужик настоящий. В общем, заваривайте себе чаек, кофеек, устраивайтесь поудобнее, и я вам сейчас все расскажу и покажу. Ну что, приступим. Первым я вам покажу аромат, который не вошел, честно говоря, в мою топ-10 подборку моих любимых свежаков, но, тем не менее, я хочу его вам показать, рассказать и посоветовать к нему прислушаться, если будет возможность, потому что я знаю, что многим он очень нравится, и, насколько я понимаю, его сейчас скоро снимают с производства, поэтому, если он вам также понравится до сумасшествия, как и многим, то скорее охватайте его для себя. Это аромат Флора Ботаника от Баленсиага. Дизайн здесь просто бомба. Оцените упаковку. Но дизайн дизайном, да, а самое важное то, что внутри. И это аромат свежак для тех, кому он понравится. Это свежая молодая розочка. Знаете, вот роза, которая еще в бутоне, у меня это ассоциация с такой именно вот белой розочкой, которая еще не раскрылась. Она еще в бутончике, и бутончик даже ближе к стволу, она не белая, а даже зеленоватая. Вот прям настолько свежая, молоденькая и даже зеленая. Здесь прямо слышатся не только ноты розочки этой зеленой, а даже вот ноты стебля розы, какая-то вот такая еще нота зеленая. Здесь есть нота гвоздики, которая, как я догадываюсь, именно она меня и смущает. У меня она какой-то вызывает ассоциацию с каким-то чем-то, что было раньше, давно. Какие-то ассоциации, не знаю, с Советским Союзом, ассоциации с каким-то советскими духами. Я не знаю. Или может не духами, может просто каким-то ароматом, который мне в то время был знаком. Но в общем она, когда я пользуюсь этим ароматом, у меня ассоциации, что это не какая-то новинка, а это что-то, что было у меня очень давно, какой-то очень-очень до боли знакомый аромат, который был давно. Но это ассоциация моя. Все его воспринимают как вау, бомба, просто новинка новинок. Я так понимаю, что мне вот именно эта гвоздика дает вот эту какую-то, не знаю, совдеповскую ноту. Но в общем аромат интересный. Это молодая свежая розочка с мятой. Вот именно нота мяты здесь дает самый вот такой вот смак и вот такой вот свежий как бы мятные ноты, цветочные ноты, гвоздика и какие-то специи еще. Аромат заявлен как фужерный, зеленый, розовый, цветочный. И что здесь есть? Да, мята. Вот это вот сочетание роза с мятой, оно является таким вот прямо уникальным. Здесь роза, конопля, гвоздика. Вот я думаю, эта гвоздика меня и смущает. И в базе уже ветивер и амбра. В общем, это аромат, который не в моей личной топ-десятке, но я хотела вам о нем рассказать, так как если вы его где-то увидите, прислушайтесь к нему. И если вам он очень зайдет, так как он многим очень нравится, просто по нему сходят с ума девочки и его скоро снимают с производства. Поэтому, если понравится, бегите. И в целях экономии времени в этом видео, я не буду рассказывать о тех ароматах, о которых рассказывала в прошлом летом. Есть просто какая-то вот такая база ароматов, которая является летней классикой, типа Dolce & Gabbana Light Blue, я люблю Intense, типа Armand Basie in Red, вот купила себе новый, так как у меня уже тот закончился. Он у меня есть в туалетной и в парфюмированной, но я больше люблю именно туалетную воду. В этой же классике у меня из года в год появляется Blackberry & Bay от Jo Malone, просто идеален на лето. И, конечно же, линейка Акуалегория, вообще куда без нее, никуда. Я не могу сказать, что это мои самые фавориты, но они вот прямо, это как бы, это кричит лето. Это такие легкие одеколончики, которые водянистые, акватические и очень-очень сочные. И мои самые любимые из этой линейки, Limon Verde, это лимон с такой нотой как бы огурца, или чего-то такого сладковатого, как бы алоэ или огурец с лимоном, очень люблю его. И Rosa Rosa, это такая розочка нежная-нежная и свеженькая, вот это тоже из ароматов просто легких свеженьких. У них минус в том, что стойкость не ахти, но это, скажем так, это у большинства летних ароматов, потому что летом мы хотим чего-то легкого, акватического, прозрачного, свежего, а свежие ароматы, они не славятся огромной стойкостью, поэтому да. Но чтобы не повторяться и не красть ваше время, все вы можете просмотреть мое видео прошлогоднее о фаворитах легких свежих ароматов. Я их всех до сих пор люблю, не то, что до сих пор, я их уже, не знаю, лет 5, некоторые 10-15 люблю, поэтому, чтобы не повторяться из года в год, я те оставлю в том видео, а в сегодняшнем видео именно постараюсь вам показать какие-то новинки, о которых я узнала в этом году, с которыми я познакомилась в этом году и которые я обожаю вот в качестве таких свежаков летних. Еще один покажу вам аромат, который не в моих топ-десятки, но я вам решила его показать. У меня прям здесь не фавориты, а какие-то антифавориты получаются. Это Prada Amanda, это парфюмированная вода от Prada Mindal. У них там есть и рис, миндаль, мандарины и так далее, но вот это миндаль. Я так много слышала об этом аромате, я с таким трудом его нашла, с каких-то там сайтов иностранных заказала. В общем, потому что все говорили, что просто это, ну, единственная проблема его найти, но это просто снос, башки, он нравится просто всем и это сойти с ума. В общем, чем мне пахнет этот аромат? Он мне пахнет просто мылом, я не знаю, просто стиральным порошком, шампунем, мылом, вот чем-то таким, но явно не тем, чем хочу пахнуть я. Как бы это аромат чистых глаженных вещей, аромат чистого номера в отеле, или, ну, я не знаю, чего-то вот такого, но это явно не то, чем хочу пахнуть я. Поэтому вот, ну, хотела поделиться, может быть, для тех из вас, кто любит вот такие вот чистые, именно просто чистые, вот просто чистые ароматы, может быть, присмотритесь или дайте знать, я его вам, если кому-то интересно, могу, знаю, продать или выставлю на кремчике. В общем, я не знаю, но я за ним столько гонялась, и в итоге я была уверена просто, что это будет хит моего лета, и в итоге нет, не оно. Причем все, кто его описывали, никто не описывал его как просто аромат выглаженной рубашки, потому что тогда бы я даже на него не посмотрела. Его описывали как какой-то вот такой сладковатый, заманчивый, такой укутывающий негой и теплом, и сладостью аромат. И мне это звучало как те, которые я люблю, вот такие вот какие-то тепленькие, ванильные, сладенькие. В общем, в итоге это просто аромат для меня хорошего, дорогого, но мыла. Я думаю, пора приступать уже к нашей топ-десяточке. И открывать топ-десяточку будет Долина Ала Розе. Это аромат, который у меня, наверное, самый последний в моей коллекции. Мне было очень интересно, имея Долину и Долину Эксклюзив, протестировать Долину Ала Розе. Столько о ней слышала, и не зря. Это интересный фланкер Долины, где есть розочка, но это есть, здесь все-таки есть личи, такой дает свежесть, но здесь есть еще и пион. Он как-то смягчает композицию, а самое интересное, что здесь есть, это акватические ноты. В общем, это такая розовая водичка, я бы сказала. Это ассоциация у меня, знаете, с чем-то, с каким-то холодным коктейлем в стакане, знаете, прям, который запотевает вот от этого ледяного напитка, коктейля, лимонада, чего-то такого. И это такой прозрачный коктейль, и в нем лепестки роз, лайм, личи и что-то вот такое как бы как зеленое яблоко по мне. Хотя зеленого яблока там в нотах не заявлено, но он вот такой вот прям свежий, акватический, вот прям, не знаю, вот вкусная-вкусная-вкусная-вкусная холодная розовая вода. Холодный розовый лимонад с личи и с зеленым яблоком, вот что-то в этом роде. Для любителей Долины, я думаю, стоит прислушаться. Это такая версия более носибельная. Если от Долины обычно я устаю ежедневно, особенно на лето, для меня она тяжеловата, то это вообще легко ношу каждый день и просто, вы знаете, как водичка, от которой совсем не устаю. Заявлен он как цветочный, свежий, розовый, акватический, фруктовый, мускусный. Что здесь? Личи, да, вот груша, груша дает эту сладость немного. Бергамот, пион, роза, водные ноты, цветочные ноты, ну и уже база, там мускус, древесные ноты, ветивер. Но вот именно интересно, что он сладковатый. Ему вот груша придает эту сладость, личи придает и бергамот свежесть. Уже роза, пион, это отвечают за такие цветочные ноты. И какая-то водная свежесть в нем. И уже мускус и древесина. В общем, аромат интересный. И что касается, многие обзоры, которые я слушала, они жаловались на ее стойкость. У меня вопросов к стойкости вообще нет. Как для такого вот полупрозрачного аромата, стойкости 6-7 часов, мне кажется, это просто восхитительно. Поэтому, ну, вы знаете, обычно летние ароматы не слетают ни на час, два, три. Особенно такие вот легкие, парящие. Этот часов 6 на мне держится отлично. И шлейф такой, и стойкость шикарная, как по мне. Ну, вообще, нареканий у меня к нему нет. И, кстати, и упаковка ему соответствует полностью. Вот он такой вот нежный, розовый, цветочный, розовый пион. Он имеет вот эту вот прохладу какую-то, такую водянистую прохладу. Кстати, я заметила, что многие линейки ароматов в этом году, этой весной, выпускали их фланкер à la rose или rose, или что-то в этом роде. И вот из той же серии у меня Coco Mademoiselle L'Ou Prévé. Это тоже их такая облегченная версия аромата Coco Mademoiselle известного. Это флангер, это аромат, который заявлен как аромат на ночь. И вот такая вот легкая вуаль. У меня были огромные ожидания от этого аромата. Я себе хотела взять полную версию, но, как вы видите, решила не рисковать в последний момент. И взяла на кремчике просто остаток во флаконе. И очень этому рада, так как это для меня, к сожалению, просто разочарование. Столько было хайпа на тему этой новинки, столько ожиданий, столько поисков. Я ее столько искала, и столько ее все ждали, и тут. Это просто вот, как по мне, это просто Coco Mademoiselle разбавлен. Вот просто реально разбавлен водой. Как бы из туалетной или парфюмированной воды сделали одеколон. Вот и все. Я понимаю смысл, так как если использовать этот аромат перед сном, да, наносить перед сном на ночь, то он должен быть не сильно стойким. Но, с другой стороны, покупать просто тот же аромат разбавленный, ну, просто нанесите меньше, если вы хотите меньше, да. Как бы, ну, для меня это просто какой-то пролет. Это то же самое, что взять Coco Mademoiselle в версии, не знаю, мист для волос. Вот, это будет то же самое. Поэтому, как по мне, если хотите какую-то такую вот цветочную, легкую, розовую, облегченную версию аромата, это вот Дорина Алла Розе, именно она. Далее, не могу не рассказать, не показать о моем Chanel номер 5 L'eau. Это любимчик прошлого года и прошлого лета, вернее. Я им пользуюсь только летом и этого лета. Он легко у меня просто зайдет в тот топ летних ароматов, фаворитов, которые просто из года в год на протяжении, не знаю, 5, 10, 15 лет я просто их обожаю. Вот этот совсем легко туда попадет и оттуда никогда больше не выйдет. Это версия флангер Chanel номер 5, но именно его очень современная, свежая, цитрусовая, легкая, облегченная версия. Именно вот молодежная версия. Это тот Chanel номер 5, который можно носить и с кедами, и с рваными джинсами, с белой футболкой, и с какими-то тату, и с пирсингами. И, в общем, я его вижу даже на самых-самых альтернативных девушках. Кстати, не обязательно девушках. Это абсолютный унисекс, как по мне. В общем, это тот, знаете, тот случай, когда классика уже у многих, как бы такие, ассоциирующаясь с уставшей такой возрастной классикой, себя освежила и обновила. Обожаю его. Это свежие цитрусы, это альдегиды типичные, да, Chanel номер 5. И, как по мне, то все. Сейчас почитаем, что там заявлено. Но, как по мне, это просто Chanel номер 5. Сильные альдегиды и цитрусовые ноты. Что здесь пишут? Цитрусовый, альдегидный, свежий, древесный. Из нот куча цитрусов, лимон, бергамот, лайм, мандарин, апельсин, нироли и сильные альдегиды. И уже дальше там какие-то цветочки, розочка, жасмины, ланг и ланг и база Chanel номер 5. Белый мускус, корень ириса, кедр, ваниль. Но это вот, в общем, это, это, это просто бомба. Любовь моя, любовь, любовь. И продолжим мы тоже с Chanel. Это Chanel Chance All Fresh. Это его зелененькая такая версия, свежачок, цитрусовый. Это мощная цитрусовая бомба, в которой еще содержится розовый перец, который я очень люблю. Он очень освежающий на лето и древесные ноты. И это все на базе, на базе знакомой всем известной Chanel Chance. Аромат шикарный и стойкость у него тоже шикарная. Несмотря на то, что он свежий, цитрусовый, стойкость просто запредельная. Обожаю его. И это, кстати, абсолютный унисекс. И номер 5 Ло, и Chanel Chance All Fresh. Как по мне, это абсолютные унисексы. Он имеет прям такую терпкую горчинку, которая многим кажется даже очень мужской. Поэтому, может, даже многие из вас его посчитают больше мужским, чем женским. Но, как по мне, это просто идеальный унисекс. Далее, покажу вам любимчика этого лета. Это эсцентрик молекул. Именно эсцентрик 02. Это не молекула 02, а эсцентрик 02. Он мне нравится больше молекул. Он, это именно молекула, но в которой еще в комбинации с другими нотами, это именно уже полноценный парфюм. Я его обожаю. Он настолько нейтральный, как бы аромат без аромата, но в то же время свежий, освежающий, чистый, бодрящий. Для меня это просто какой-то аромат хорошего настроения. Не знаю, чист. Знаете, вот утром после душа ты оделся, выпил чашку кофе, накрасился, и все. И у тебя весь день впереди. Вот просто чистый, ненавязчивый аромат. Свежий, бодрящий, веселый. Как по мне, это какие-то вот такие чистые древесные ноты с цитрусовыми. Я сейчас почитаю, что в нем заявлено. Ну, конечно же, и две молекулы. В нем сочетали молекулы и сои супер, и, сейчас скажу, и амброксан. И к ним еще добавили и рис, и жасмин. Ну, вот как по мне, молекулы, как бы сложно объяснить, чем они пахнут. Но просто вот как на аромат, это вот какая-то вот такая древесная нота со свежестью и с какой-то немного такой сладкой. Немного-немного сладости, но именно не гурманская, а вот такой вот цветочный. Наверное, это и рис, жасмин. Такой немного цветочной сладости. Очень приятный, ненавязчивый, неназойливый. Опять же, абсолютный унисекс. Вы поняли, да, тренд мой этого лета. И просто бомба. Не только на лето, а вообще на круглый год. Это прям тот, знаете, аромат вот на каждый день, который можно просто положить у выхода. И вот на каждый день, просто даже не думая, он подойдет к любому образу, ко всему. Следующий аромат, кстати, тоже очень похож. Это из коллекции Zara. Помните, я вам рассказывала, купила вот такую вот лимитку. Во всяком случае, она там представлена была как лимитированная коллекция. От Jo Malone. Это Jo Malone. Создали коллекцию ароматов для Zara. И если бы я знала, что они такие крутые, я бы взяла все и взяла бы в полном объеме. Я взяла себе один. Это Ebony Wood. И это просто моя любовь. Я вам объясню, чем он пахнет. На мне моя ассоциация. Потом прочитаю ноты. Я никогда не смотрела ноты. Это просто чистый, древесный аромат. Именно древесный. Вот такая вот чистая древесина. Знаете, вот когда ты заходишь в какой-то сруб, домик новопостроенный срубой. И вот именно пахнет деревом. Или вот когда у камина эти вот бревна, да, вот свежесрубленные бревна. Я обожаю запах вот этого вот дерева и какие-то ноты, то ли розовый перец, что-то такое вот свежее, какие-то специи, может гвоздика. Но это именно аромат такой чистоты и пряной древесины. И абсолютный унисекс. Он шикарно подойдет для мужчин и для женщин. Читая его аккорды, древесный, теплый, пряный и мягкий пряный. Интересно хотя бы, потому что у меня нет ассоциаций, что он теплый и пряный. У меня есть ассоциации, что он холодный и пряный. Вот какие-то пряности, которые в нем, то ли гвоздика или что-то, они вот дают эту именно ноту чистоты и холодка. Вот как на мне, во всяком случае на моей коже. Поэтому я его просто обожаю на лето. Он прямо такой вот бодрящий, свежий и чистый. И ноты здесь очень простая пирамида. Это эбеновое дерево, розовый перец, то, что я говорила. Вот он дает эту свежесть и гвоздика. Все. Банально, просто, но это шикарный аромат. Это аромат из категории ниша. Абсолютно. Обожаю его просто. Просто обожаю. И это унисекс, который, наверное, больше ближе к мужскому. Но я его абсолютно вижу на девушках, на женщинах любого возраста. Я его ношу с огромным удовольствием. Жалею только, что не взяла большой флакон. Но я зайду в Зару. Если там будут еще, я себе возьму большой флакон этого аромата. И еще присмотрю другие из этой коллекции. Очередной мой любимчик в категории свежаков летних. Это инжир и цитрусы от премиальной линейки Lancome. Я просто обожаю эту линейку. Честно, я вчера была в бракарнише смотреть, что еще есть в этой линейке. Себе еще что-то прикупить. Но у них она уже исчезла. Сказали, что все продалось и больше к ним она не поступала на протяжении вот уже, наверное, полугода. Поэтому я надеюсь, она у них опять будет. Если нет, я не знаю, где ее найти в Украине. Кстати, если вы знаете, где ее найти в Украине, дайте знать. Я ходила в бракард, который в бизнес-центре Леонардо на Владимирской возле оперы. В центре Киева. Это аромат инжира. Инжир такая специфическая нота, которая не всегда попадает в мои фавориты. Обычно в антифавориты. Но здесь именно в сочетании с цитрусами он настолько свежий. Вот именно бодрящий, чистый, освежающий. Это здесь и плод инжира, который послаче немного и покремовый. Но здесь и, насколько я слышу, еще и вот такие вот именно листья инжирного дерева, которые дают вот эту вот горчинку и перчинку. И все это в очень вкусных цитрусах. Это шикарный аромат, который поначалу он свежей и такой бодрей, а потом уже в своей базе он уходит в такую вот кремовую, какую-то пудровую сладость. Абсолютно его вижу и на мужчинах, и на женщинах. Просто абсолютно. Вот вы видите, как-то у меня какая-то тема, какая-то тема унисекса во всех этих свежаках. Кроме, наверное, Делины Ала Розе, которая вот, как по-моему, явная женский аромат, все остальные самые настоящие унисекс. Но прислушайтесь к этому аромату. Если есть возможность, может быть, на кремчике закажите себе от Левант или пробники, или на мейкапе. Есть, знаю, что на мейкапе, по-моему, или на Parfums UA есть пробнички, фирменные пробнички. Можно заказать себе, протестировать, но вот прямо он меня приятно удивил в этом году. Далее, Мансера. Мансера у меня, это просто не проходит ни одного лета без Мансера. В прошлом году я вам показывала два своих хита-фаворита свежаков. Это Wild Fruits и это Soleil Detali. И сейчас, чтобы не повторяться, о них вы можете послушать в видео прошлогоднем. Я их обожаю. Вот Wild Fruits считаю самым универсальным. Его можно просто покупать даже вслепую просто на подарок. Мне кажется, он понравится всем. Он настолько сбалансирован. Он имеет и цитрусы, и сладость, и фруктовость, и какие-то цветочные аккорды, и мускус. Я его считаю просто каким-то вот универсально всем нравящимся ароматом. Ну, может быть, я не права, конечно, но это чисто на мое субъективное мнение. Soleil Detali здесь уже более претензиозный. Он имеет даже такой немножко характер какого-то мужского лосьона для бритья, или какой-то вот такой мужской ноты. Вот то же самое, как Chanel Chance. Офреш, некоторым прямо девчачьим-девчачьим девочкам может показаться немного мужским. Но я его просто обожаю. Это, знаете, вот сексуальность, которая, когда ты видишь красивенное тело девушки, просто в огромной рубашке ее парня, небрежно как-то застегнутой на одну пуговицу. Вот это для меня этот аромат. Этот же просто можно брать всем. Я его в прошлом году испугалась, что он снять с производства не могла найти. В этом году нашла и купила себе еще бэкап, повтор, запас, или как это назвать. Но, в общем, я человек, который вообще никогда не запасается ароматами. Но, вы понимаете, при коллекции 150 ароматов запасаться, это как-то глупо. Сказать, что это глупо, это вообще ничего не сказать. Но когда я увидела Wild Fruits опять в наличии, я просто схватила 120-миллилитровый флакон. Но об этих ароматах мы сегодня, да, особо не будем повторяться. Это все в прошлом году, в видео прошлогоднем. А сегодня покажу вам тоже из Монсера аромат So Blue. Я долгое время, судя по упаковке, думала, что это мужской аромат. И я даже его купила своему мужу, и в итоге его сама использовала. Я его купила в флакончик от Levante 5 или 10 миллилитров, не помню. И в итоге сама его, а по-моему, он даже у меня здесь. So Blue, где же он? Он закончился, но я где-то храню все вот эти пустые. Вот он, я его даже нашла. Вот он от Levante, Монсера So Blue. Здесь было, наверное, 5 миллилитров, судя по объему. Я его просто весь, просто выпила, вылила на себя. Наверное, моему мужу не хватило даже просто протестировать его один раз. Хотя я, типа, его покупала ему, судя по тому, что это мужской аромат. Я не знаю, почему, просто я увидела синий флакон на сайте и подумала, что мужской. Оказывается, он у них заявлен как женский аромат. Но это ничего не меняет, вы понимаете, потому что я даже думаю, что мужской. Я просто его выпила и купила себе флакон. Потом узнала, что, оказывается, он в марке считается женским. Это аромат интересный, знаете, он, ну, судя по упаковке, он имеет свежесть, какую-то акватику. Но в то же время он имеет немного вот этой очень чувственной цветочной сладости. Не фруктовой, вернее, может и фруктовой. Но я имею в виду ни кондитерской, ни выпечки, ни гурманской сладости. А именно вот такой какой-то то ли фруктовой, то ли цветочной, но вот такой заманчивой, нежной-нежной сладости. И имеет шикарную ноту. Я ее в нотах в пирамиде не нашла, но я четко слышу уд. Но уд в своем самом нежнейшем, красивенном понимании. Вот это вот какой-то такой свежак, который уходит в сладость цветочную и немного в удовые ноты. Но шикарный аромат. Я вам очень настоятельно рекомендую его на себе протестировать. Меня смутил вот этот вот синий флакон. Я не знаю почему, он как-то выглядит как будто каким-то, знаете, там свежаком, просто там мужским, просто как, не знаю, там после бритья ничего. Каким-то банальным, в общем. Мне кажется, ему этот синий цвет не очень-то подходит. Вот что я пытаюсь сказать, но аромат просто бомба. Это у меня находка этого лета. И я думаю, останется он со мной не только этим летом. Далее, восьмой аромат у нас по счету, но тут нет никаких приоритетов. Я имею в виду, это не то, что первый лучше, восьмой хуже. Я имею в виду, восьмой из десятки. Мелиора у нас такой интересный аромат, который вроде бы, он не кажется нишевым. Я за это на него немного обижена, потому что цена у него нишевая. А по композиции, по звучанию, это он, ну не тянет, мне кажется, на нишу. Но он просто какой-то такой простой, но в то же время настолько шикарный, просто сбалансированный цветочно-фруктовый аромат. Вот знаете, вот такой вот вроде бы банальненький компотик, но который понравится, мне кажется, абсолютно всем. Он настолько вкусненький, сладенький, но в то же время свеженький. Здесь есть и цветы, и фрукты, и какой-то он такой легкий, акватический. Сейчас почитаю ноты. Его описывают на фрагрантике как фруктовый, мягкий, пряный, фужерный, свежий, зеленый, сладкий. И по нотам здесь черная смородина во всех ее проявлениях. Здесь сами ягоды черной смородины, потом красные ягоды и лист черной смородины. Вот в нем есть эта четкая такая нота. Это очень такой сбалансированный, элегантный дуэт цветочно-фруктовых нот. И в нем солирует черная смородина. Она, как по мне, она немножечко его, как это сказать, каким-то детским, как по мне. Но в этом, наверное, есть его шарм, простота. Но для любителей ягодных нот и черной смородины это будет, наверное, находка. Многие его сравнивают с аметистом. Вот Лолик, у меня он тоже был, я его передала маме. Аметист мне понравился меньше. Они, конечно же, очень похожи. Но вот эта нота смородины в аметисте, она еще правдоподобнее, еще натуралистичнее. Если здесь в Мелиоре это какая-то, знаете, это больше как бы отдушка смородины. Типа как конфетка со вкусом смородины. То в аметисте это натуральная смородина, которую взяли, вот перетерли только что в ладонях и приложили к носу. И для, наверное, настоящих любителей ноты смородины аметист будет еще круче. Но так как я не очень люблю ноты, явные ноты, да, вот какого-то фрукта или цветка в парфюмерии, я больше люблю вот какие-то такие древесные, ванильные ноты, вот какие-то такие амбровые, свежие, пряные. Но без четкого понимания, вот это аромат пропион, или это у нас смородина, или это аромат груша. Я не очень-то люблю такие моноароматы, где вот одна нота выходит вперед, и именно это какой-то фрукт. Не знаю почему, мне кажется, что я пахну каким-то салатом или чем-то еще. Для меня вот настоящий вот аромат-ароматы, это вот, ну, моих любимых, это вот, например, Gentle Fluidity Gold. Непонятно, чем пахнет. Это просто снос башки, но это непонятно вообще, что в этом аромате. Это, например, этот вот Kenzo, о котором я вам говорила в последнем видео, это просто бомба. Но никогда не поймешь, это не просто аромат пропион, или аромат про грушу. В общем, я к чему, что Meliora имеет место быть в моей коллекции. Это тот аромат, который с легкостью можешь просто положить на столик у выхода, и просто каждое утро, весной и летом с удовольствием им поливаться, и идти себе на работу, на встречи, на учебу, в город, по делам. И он никого никогда не будет напрягать. Но в то же время как-то мне не хватает чего-то вот такого вот вау в нем. Наверное, в этом и есть его прелесть, что он настолько вот просто непретензиозный. Да, вот просто такой вот цветочно-фруктовый аромат, который всем понравится. Я какие-то люблю такие более неочевидные композиции. Жалею ли я, что я его себе купила? Нет, не жалею. Считаю ли я, что он стоит своей ценой? Нет, не считаю. Поэтому если у вас есть возможность купить его, может быть, в тестере, но для начала однозначно в пробнике или в отливанте, и если даже он вам понравится, поищите, может быть, тестер или где-то по скидкам. В общем, не платите полную цену за него. Это мой совет, но это да, он у меня в любимчиках этого лета. Однозначно я им часто пользуюсь. И это именно такой вот непретензиозный аромат. Следующий аромат относительно новинка в моей коллекции. Он реально у меня появился, не знаю, пару недель назад и уже успел мне полюбиться. Это очень интересный, достаточно бюджетный аромат, который покупала вслепую, тоже по рекомендациям и по отзывам. От парфюмерного дома Труссарди называется Донна. Начну с упаковки. Упаковка совсем не смотрится, не ощущается бюджетной. Вот вообще, это тяжеленное стекло, белое с золотыми вставками. Очень красивая упаковка, как лично по мне. Я очень люблю сочетание белое с золотом. Аромат — это такой интересный свежак, который вначале открывается какими-то цитрусами и какими-то свежими цветами, вот типа как жасмин, вот что-то в этом роде. А потом переходит плавно в такую мягкую, теплую, сладкую припудренность. И вначале он звучит как свежий аромат, а уже в своей базе он звучит просто как уход дорогой, шикарный уход для тела. Поэтому даже в своей базе он уже потом не такой громкий, но он имеет вот это очень-очень комфортное звучание, вот просто такого дорогого ухода. В своем начале он мне чем-то напоминает Pure Poison от Dior, который я тоже люблю на лето. И тот, и тот имеет какие-то такие свежие цитрусы и в перемешку с нотой жасмина. Я небольшой любитель жасмина, честно говоря, но именно вот в таком сочетании с цитрусовыми и именно на лето, когда жарко, когда ты хочешь просто обливаться чем-то такой, знаете, вот прохладной, охлаждающей водичкой, вот эти два аромата прямо то. У нас уже кто-то проснулся, поэтому снимать уже конец видео будем вместе. Кажи привет! Я тоже хочу послушать про ароматы, да? Топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ. Все, давай снимаем дальше. И я не побоюсь даже такого громкого заявления сказать, что трусар дидона мне нравится даже больше, чем Pure Poison. Почему? В начале для меня они очень похожи. Очень похожи. Как бы начало, я бы сказала, что это тоже тот же аромат. Но Pure Poison, он остается таким же на протяжении всего своего звучания. В общем, он меньше видоизменяется. А трусар дидона через несколько часов, он уже уходит вот в эту, как я говорила, такую как бы пудрую сладковатую, какую-то ванильную базу. И вот мне нравится именно эта метаморфоза его, поэтому трусар дидона, как по мне, поинтересней. Но это уже на ваш вкус и цвет, но он явно стоит вашего внимания. Несмотря на то, что это вообще такой очень бюджетный аромат и стоит недорого, можно даже вслепую рискнуть там 30 миллилитров. Pure Poison тоже люблю, я о нем рассказывала в прошлом летом, поэтому он, всю информацию о нем, это в видео прошлогоднем, не буду повторяться. И последний мой аромат в этой подборке это Andromeda. Это такая просто бомба взорвалась. Вы сейчас, наверное, все в шоке, типа Andromeda, Терренти, свежак на лето. Катя, ты вообще с какой луны свалилась? Ну, для меня, да. Для меня это, конечно же, очень мощный вообще взрыв, разрушающий все живое вокруг. Как бы мощный в плане звучания, в плане шлейфа, в плане стойкости, насыщенности аромата. Но его стиль для меня в моей коллекции, да, это свежак. Я его определяю как свежак. Поэтому Andromeda это у меня явно летний аромат. Я его люблю летом. Конечно же, не днем, не в самую знойную такую жару. Но вот летним вечером, где-то на террасе, ужин, напитки, лимонады, что-то вот такое. Я люблю Andromeda. И ему требуется воздух. Пожалуйста, не наносите его, когда вы идете куда-то в помещение. А тем более в какое-то замкнутое маленькое помещение. Ему нужен воздух, ветерок, бриз. Поэтому если вы на улице, если это ветерок, если это какая-то терраса у моря или еще что-то, то вообще спокойно. И не переборщите с дозировкой. Тогда он никого не убьет и все вокруг вас останутся живые и счастливые. Но да, он у меня явно входит в эту категорию свежаков. Он имеет, я даже не могу его разделить на ноты вообще. Он имеет эту четкую такую базу терренсовскую, но в более ее свежем исполнении, как на мой нос. Я могу сейчас почитать, что о нем пишет фрагментика, но я никогда не смотрела. И не знаю, если мне это о чем-то вообще скажет. Так, терренси. Древесный, сладкий, ванильный, белоцветочный, фруктовый, амбровый. Так, и из нот здесь что? Иланг-иланг, водяной жасмин, бергамот. Вот, наверное, вот этот водяной жасмин, бергамот мне дают какую-то нотку такой свежести. Дальше у него персик, белый гелиотроп, фиалка, груша, лилия, роза. Ну и уже эта база, база тренсовская, да, там всего такое кашемировое дерево, кокос, бобы тонко, амбра, ваниль, сахар. Может быть, еще эта нота кокоса мне как-то именно веет летом. Вот как-то для меня андробеда это чистое лето. Просто стараюсь выносить вечером и куда-то на открытый воздух и желательно ветерок, чтобы никого не убить.